Кремлёвская верхушка просто кишит гопниками, начиная от президента Вы придурки, нет? Нахрена им нас принимать? Заканчивая приспешниками бункерного деда, которые безуспешно пытаются спрятать своё истинное нутро под дорогими костюмами К пуговицам есть претензии? Нет. К карманам есть претензии? Нет. А костюм сидит плохо Все смело, все смело, все смело Люди искусства в РФ тоже не блещут хорошими манерами Мне абсолютно нахер Давайте откроем матрёшку и узнаем, что общего у кремлёвской элиты и дворовой шпаны У людей смещённые понятия о морали и нравственности И как банда гопников, которая дорвалась к власти, несёт свои ценности и понятия в массы Это часть культуры Это часть нашей общей культуры Граждане РФ считают себя великими, но при этом так и не научились доносить свою мысль без мата Потому что не хватает ни словарного запаса, ни элементарной культуры А если сквернословие не помогает, в ход идут кулаки и дубинки Причём к подобным силовым разборкам нередко прибегают и российские чиновники разных уровней В интернете появилась полная версия записи драки чиновника Мегионской администрации с местными подростками Момент инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения Разбирательство прошло в двух актах После первого молодые люди вернулись в подъезд, сбитыми в руках и желанием отомстить Не зря в народе говорят, рыба гниёт с головы А голова президента РФ, похоже, уже давно начала разлагаться Владимир Владимирович, вы ругаетесь матом? Бывает Он любит заниматься нравоучениями Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство Но сам при этом регулярно нарушает свои же постулаты Всегда нужно смотреть и слушать, что я говорю Неинтересно, значит, пожалуйста Взять хотя бы общение Путина с представителями СМИ Американской журналистке он нахамил из-за неудобного вопроса о вмешательстве РФ в американские выборы А французского журналиста раздражённый лидер отправил делать обрезание из-за вопроса о Чечне Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу Я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло О правилах международной дипломатии Путин, похоже, тоже ничего не слышал Правда ли, что вы обещаете повесить Шакашвили за одно место? Почему за одно? О красноречивости и несдержанности бункерного деда ходят легенды Страшными словами ругается, матерится, орёт на подчинённых, когда они ему начинают возражать И осторожно предлагают какие-то альтернативные варианты решения проблем Когда-то питерский, а теперь уже кремлёвский гопник настолько часто используют в своих публичных выступлениях жаргонную лексику Вы придурки, нет? Что журналисты начали публиковать подборки первого Путина И даже создали отдельный термин – путинизмы Им обозначают крылатые высказывания президента РФ Вот только малая часть из них Я пахал, как раб на галерах с утра до ночи Можно сказать, идите ко мне, бандерлоги Честно вам скажу, неприлично, но тем не менее Я решил, что это пропаганда борьбы со спидом Что это такие, пардон, контрацептивы повесили Думаю, зачем развернули, только непонятно Не ныть и не пускать слюни по каждому поводу Всё выковырили из носа И размазывали по своим бумажкам Если кто-то в турецком руководстве решил Лизнуть американцев в одно место Не знаю, правильно они поступили или нет Президент России разговаривает как лидер преступной группировки И подаёт плохой пример своим коллегам Вы мне скажите, что это за идиоты? Вы что, дебилы? Это глава Дагестана отчитывает чиновников А вот так глава Чечни Рамзанкадыров угрожает новой газете Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ В конце концов, дон, надоело, дон Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, дон, и стали преступниками То это не скажите, дон Дмитрий Медведев позволяет себе материться Во время официальных выступлений Поймал себя на не очень приятные мысли Мне т*** А бывший министр культуры РФ Владимир Мединский Регулярно попадает в скандалы Из-за своего неприкрытого хамства И оскорблений целых народов К примеру, в авторской книге он назвал предков татар Сосальщиками Дани Никакой другой народ не воспринимался в народном сознании русских Страшнее и хуже, чем татары Нет в народной памяти ни поляка, ни немца, ни шведа Такого же беспощадного сосальщика Дани, насильника и убийцы Настоящий мастер-класс по дворовой дипломатии Демонстрирует российский МИД У них, наверное, вообще отдельный протокол Которому обучает своих подчиненных Сергей Лавров Он наглядно демонстрирует Как нужно вести себя с международными коллегами Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции С коллегой Саудовской Аравии Вспылил Предположительно, Лавров думал, что микрофон выключен И в сердцах выругался И не церемонится с журналистами Ваше дело фотографировать, а не указывать Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ А нас не пустили Сказали, что по вашему поручению Результатами внешней политики Министр иностранных дел РФ похвастаться не может Поэтому он гордится своим необъятным хамством Матерились в присутствии людей, которые по-русски не понимают Многократно Кстати говоря, я сегодня с ним уже на счет разговаривал Придется объявить ему замечание, выговор Потому что он с этими секретами с нами не поделился Самая старательная ученица Лаврова, как вы уже догадались Мария Захарова Сережа, Сережа, где вобла? А я думаю, что он так отвечает Вобла Пресс-алкаше под силу и мат в эфире проронить И неприличные намеки озвучить на международном экономическом форуме Мы с ними не под одним одеялом Малиноком, малиноком Депутаты могли бы образумить коллег Закон принять подходящий Но зачем, если они такие же? Вот, к примеру, депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов Который ехал за рулем в нетрезвом состоянии Набросился с нецензурной лексикой и угрозами на сотрудников дорожно-патрульной службы Что вы такие? Появилось очень много людей, которых я, кроме как словом придурки, назвать не могу Выросло целое поколение, которые за свои слова не получали ни разу в морду Российские бизнесмены тоже не имеют ни малейшего представления о культурном общении Я говорю, Миш, мне п*** При этом путинские олигархи считают себя более цивилизованными, чем политики Они все примитивные Ну, я про Россию, во всяком случае Это халуи все У них какое-то чинопочитание там Какое-то величие Мне вообще они не интересны Я не хочу с ними разговаривать Зато Тиньков любит порассуждать о женщинах, не подбирая выражения Вот в наше время были девушки в 90-х А сейчас это тёлки Я их и за женщин-то не считаю Потому что чисто тёлки, которые тусуются с какими-то мудаками Но самая хамовитая категория кремлёвской элиты Это, конечно же, пропагандисты Таких, как ты, мразь Я насквозь вешу Так а ты, лакей путиной Ты мразь! Ты мразь! Кроме Соловьёва, истерики в эфире регулярно устраивает Антон Красовский Здрасте, ты кто? Ты кто, с**ка? Какой репутации тебе это вредит? У тебя нет никакой репутации Ты никто на убаде Чувствуете, как повеяла атмосфера 90-х? Это вы ещё не слышали, что великий умник думает об отечественных врачах? Тупые, я, п***ь, об этом говорю Тупые идиоты П***ь, работают в этой стране Не придерживается правил журналистской этики и телеведущей Тигран Киосаян Знаете, как по-эстонски Малыш Мудила То он набрасывается на иноагента Максима Галкина Ты, скотина, на аллее ангелов стоял Ты, скотина, по этой улице разбомбленной ездил То угрожает Казахстану, который отменил парад на 9 мая Если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопами И вам за это не будет ничего Вы ошибаетесь А как на такое поведение своих наёмных работников смотрит начальство? Многолетний руководитель Первого канала Константин Эрнст Сам не прочь публично обхаять кого угодно и что угодно Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма Что, в общем, может соревноваться со студией Горького 72-го года Отбились от рук и представители так называемой великой российской культуры Добром утром страна с похмельным Я, конечно, вчера дала жару Чего-то нахрюкалась так после концерта Хорошее настроение очень было Я просто, ну просто я россиян Артисты-путинисты регулярно демонстрируют свой богатый внутренний мир на сцене Очень многим это не нравится, да и... По большому счету можно и так сказать, так по-русски, да и... В кадре Г***, это... Или на репетициях Как, например, Коля Басков, который во время записи новогоднего огонька Не смог никак выговорить свою реплику И после очередного неудачного дубля просто выругался на коллегу и на массовку, которая сидела в зале Ну-ка, ну-ка, рассказывай Ты з*** уже рассказываешь Ты чё, тупая, что ли? А эта з*** телефон потеряла Свой этот з*** Samsung засунула в сумку себе В сумку! Я ей звонил, он вибрировал, она их з*** не слышала Пи*** с ушами Пошлые шутки, публичные угрозы и агрессивное поведение считаются в российском обществе нормой Ведь так ведут себя политические и культурные лидеры РФ Которые всё время находятся на виду и формируют общественное мнение Складывается впечатление, что все эти артисты-путинисты, кремлёвские пропагандисты и политики Вышли прямиком из мест лишения свободы или из лихих девяностых В цивилизованных странах их бы осудили за подобное аморальное поведение Но граждане РФ подражают этим гопникам и называют их элитой Ну, что тут скажешь Какая страна, такая и элита